Всем привет, это Заря и я побывала на арт-маркете Невинные гады. Это мой первый подобный маркет, но на мое удивление я была не в качестве художника, а в качестве прессы. Жесть! Но обо всем по порядку. Арт-маркет это мероприятие, где художники могут принести кучу своего мерча, а посетители могут купить у них все эти ништяки, лично повидаться с любимыми авторами и пообщаться с ними. Художники могут на этом заработать, а посетители приобрести желаемый мерч. Чтобы попасть на маркет, нужно всего лишь приобрести билет и приехать на место проведения. В данный момент вы можете наблюдать, как художники готовятся, подписывают все, что нужно, раскладывают свой мерч и украшают свои столы. Достаточно увлекательный и эксклюзивный контент для прессы. А всего художников было аж 150, и это очень много. Кому-то хватало и маленького стола, кто-то сидел подвое, а кто-то мог позволить себе аж большой стол. Насколько я знаю, это зависит от купленного места. Но, несмотря на это, у всех художников был потрясающий мерч. Очень яркие и красивые работы. У каждого автора прослеживается свой определенный стиль и цветовая палитра. Так что ваш взгляд точно на чем-то заострится. Весь зал пестрил большим количеством разнообразных видов продукций. В основном это всегда были значки, наклейки, брелоки, открытки, постеры, скетчбуки. Это все база. Но немало было и различной одежды. Много шопперов, игрушек. Особенно приятно удивили крафтовые штуки. Например, такие как кольца, сережки, кружки и много всего разного. Особенно в душу мне запали эти поясные сумки из чипсиков. Очень необычно. Зачитай лайк. Сами же авторы, да и в целом все люди на мероприятии изучают очень приятную энергетику. Все очень дружные, общительные, позитивные. Ходишь и просто улыбаешься всем. Многие, в принципе, как и я, наряжались в какие-то образы. Будет они большой макияж или целый костюм. Я же была в образе гада. Ну или просто... Причем ко мне за весь маркет подошло человек семь. И все сказали, что у меня классный образ. Это меня так смущало, но было так приятно. И я чувствовала, что я не кринж. Хотя поначалу этого действительно боялась. Так что если вы, да именно вы, смотрите это видео, еще раз спасибо. Одна художница меня даже узнала по образу и хотела поменяться с свопками. Это она, кстати. А говоря о свопках, это тоже немаловажная деталь, которая уже укрепилась в худ сообществе. Это арт движения, от английского слова swap, менять. В рамках которого художники обмениваются карточками со своими иллюстрациями. Изначально во всеобщих правилах нужно было рисовать именно каких-то осов или своих персонажей. Но сейчас в этом плане нет каких-то ограничений. Поэтому я и нарисовала для своих свопок тематичный арт с такой вот пастью. Он вполне дополнял мой гадский образ. Ими можно меняться бесплатно на другие карточки. Кто-то из авторов продает их за денюжки или вкусняшки. Так как каждый вправе отказаться от обмена, если ему может не зайти ваша карточка. Также на маркете был специальный своп-стол, где можно было менять свою карту на любую из лежащих. Так карточки могли переходить из рук в руки. Но в основном там менялись именно посетители. Я тоже два раза обменяла там свою свопку. И была очень приятно удивлена, видя как мою свопку сразу же кто-то забирал. Меняя на одну из своих. Очень интересный ивент. Вот несколько свопок, которые я смогла обменять. Но это только половину в силу моей стеснительности. Но они все равно все очень крутые. Таким образом можно коллекционировать целые колоды от различных художников. Но и еще одна часть, которая очень органично дополняла суеты на маркет. Это питченки, лекции и мастер-классы. Лекций было немного, но они были от авторов и художников. Были такие темы, как... Полезно было послушать. Людей собиралось прилично, несмотря на маленькое помещение. Питченки были анимационные. Их представляли как и команды, так и единоличные авторы, которые только собираются набирать людей в проект. Сами проекты были интересные, со своей задумкой и посылом. Были представлены очень классные и красивые анимации. Ребята действительно старались. Посмотреть все мне, к сожалению, не удалось, так как параллельно с этим проходили мастер-классы. Такие, как создание бумажной куклы, работа с сухоцветами, различное шитье, каллиграфия, свечи. Но самое интересное лично для меня, это лепка из глины и коллажные принты по одежде. Мой жених Никита пошел на лепку из глины. Я попросила его сделать мне кружку. Посмотрите, какая красота. Он очень старался. И это еще не окончательный вариант. Изделия будут красить, обжигать. И через 4 недели мы заберем кружку. Если хотите увидеть готовый результат, следите за моими соцсетями. А дальше шел мой мастер-класс по принту. Нас попросили заранее скинуть картинки, чтобы к мастер-классу смогли их распечатать на специальной пленке. Мы составляли коллажи сначала поверх одежды, примерно размещая картинки, как нам хочется, и подрезая, если нужно. А дальше с помощью специального пресса переносили эти же изображения уже на футболки, кофты и так далее. Мне прям очень понравилась эта технология, так как она позволяет создавать свои собственные любые принты на любую практически поверхность. Просто посмотрите, какая красота получается. Проводила мастер-класс одна из организаторов, она же и была куратором прессы. Она очень крутая и огромное ей спасибо. Все мастер-классы получились довольно увлекательными и творческими. Ну вот, как-то так. Еще мне, конечно, хотелось выцепить пару художников для вопросов о маркете, но кто-то либо не хотел светить своим лицом, либо у них были большие очереди. Так что я не стала тревожить их, так как и сама очень устала за весь день. На маркете было действительно чем заняться. Подводя итоги, хочу сказать, что подобные маркеты это супер мощный эмоциональный ивент, излучающий нереальные эмоции. Конкретно у невинных гадов это было Икс-2. Было очень много людей, организаторы большие молодцы, авторы вложили много сил и они тоже молодцы. В общем, рекомендую, все было супер. Вот как-то так. Пишите ваш опыт на таких маркетах, или если вы увидели себя или любимого художника видео, также обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Это очень важно для моей поддержки. И подписывайтесь на группу невинных гадов, чтобы не пропустить следующий ивент. Всем еще раз спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok